МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здание 19 века разрушается. На этот раз речь идет о доме, в котором располагается 14-я поликлиника. Современный адрес строения – Семинарская, 46. Однако на торце здания осталась табличка с давно исчезнувшей улицей Калеева. Тему продолжит Галина Кудряшова. 200 лет без ремонта. Здание поликлиники номер 14 является памятником федерального значения. Однако ресурсов для его реставрации нет. Обшерпанные стены, разваливающиеся ступени, осыпающаяся штукатурка – все это ежедневно встречает пациентов. Вы сами видите, все разваливается, все страшно, все кошмарно. Это даже удивительно, что в наше время такое существует, что снаружи, что внутри практически одинаково. Все очень страшно. Врачи хорошие, привыкли уже к ним. Ремонта, конечно, нету давно, но потихонечку сделает. Лицо фасада, конечно, очень в ужасающем состоянии. На втором этаже ремонт сделали более или менее, а вот первый и фасад, конечно, нуждаются в ремонте. Поликлиника номер 14 была открыта в 1817 году по приказу Екатерины II. Она стала первой гражданской больницей Рязани. Здание выполнено в классическом стиле, скорее всего, по типовому проекту, потому что подобную архитектуру можно встретить и в других городах России. Интересно, что у него сохранился двойной адрес – современной улица Семинарская и старой улицы Каляева. Сейчас у нас вся улица называется Семинарская. От перекрестка с улицы Ленина до конца, до товарного двора, до революции, все-таки не вся улица называлась Семинарской. То есть эта часть называлась Мещанской. И сейчас эти две улицы соединили, они получили одно единое название. Каляева, да, улица называлась в советское время так. Эта улица начала застраиваться в середине 18 века. Она была отдана под здание общественного презрения, то есть социально значимые объекты. На ней располагается редутный дом, тоже памятник федерального значения, один из немногих, сохранившихся до наших дней примеров гражданской архитектуры. Здание, в котором в разное время была и богодельня, и аптека, и даже дом для общественных увеселений. В недавнем прошлом здесь находился госпиталь. Насколько я знаю, здание стоит на балансе Министерства обороны. И сейчас в этом здании уже ничего давно нет, здание просто разваливается. Прямо перед ним нанесена свежая разметка под платную парковку. Однако оставлять здесь автомобиль может быть опасно для жизни. Колонны накренились, фасад держится только на деревянной балке. В любой момент конструкция рискует отвалиться. Но опасность от пешеходов и водителей скрывает крона деревьев. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В 2019 году в платежках за коммунальные услуги появится новая графа. Это тарифы за вывоз твердых бытовых отходов, которые уже в следующем году могут стать дороже в 10 или 20 раз. Цены будут варьироваться в зависимости от региона. И даже когда тарифы дорожают, некоторые рязанские управляющие компании все равно отказываются этот самый мусор вывозить. На это жалуются жители улицы Березовой. Люди живут рядом со свалкой уже три месяца. Раньше за домом 1Л на улице Березовой располагались мусорные контейнеры. Теперь здесь самая настоящая свалка. По словам местных жителей, то, что можно увидеть, это маленькая толика от обычной кучи. Иногда получалось и так, что мусор перегораживал автомобильную дорогу. Причина появления этой кучи очень простая. На данный момент у нас две управляющие компании устроили между собой войну. Они могут определиться, где чья контейнерная площадка и кто какой обслуживает дом. В связи с этим площадку, соответственно, ООО «Теплостроинвест» срезали, который обслуживает наши дома. А «Премьер Комфорт», который обслуживает вот этот дом, Березовая 3, категорически отказалась сюда ставить свои контейнеры. Поэтому у нас сложилась такая ситуация. Получается, что эта территория теперь не принадлежит ни одной управляющей компании. Земля, по словам местных жителей, стала муниципальной. Поэтому мусорную кучу вывозит префектура Московского района. Конечно, делает она это нечасто. И отходов успевает скопиться достаточно. Свалка в таком виде уже отстояла два летних месяца, в которой местные жители мучились от налета мух и неприятного запаха. Бродячие собаки. Скоро похолодает, крысы побегут. А крысы побегут, значит, караул. Мы все закричим. Но ведь было, сделали, поставили забор, все было хорошо. Местные жители уже обращались в правительство. Области им пообещали дать ответ в ближайшее время. А пока они борются с появившейся свалкой самыми разными способами. Например, расклеивают вот такие объявления. К сожалению, это не особо помогает. Люди продолжают по привычке бросать мусор в одно и то же место. Мы туда все носили. 25 лет мы вот здесь живем и 25 лет носили. Вот было все нормально. Вот там надо продумать, как это сделать. Или захоронить хорошенько. Мусорные контейнеры, которые стояли здесь раньше, теперь вынесли за один из домов, расположенных рядом с лесом. По словам местных жителей, это зеленая территория. И ставить контейнеры туда нельзя. Бороться с постоянно появляющимся мусором люди уже устали. Общие собрания, объявления, все это не приносит никаких результатов. Масло в огонь подливают и две управляющие компании, которые никак не могут поделить этот клочок земли. От вывоза мусора с этой территории они открещиваются. По словам местных жителей, префектура Московского района готовится вынести штраф двум управляющим компаниям. Однако неужели проблему нельзя было решить раньше? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. За минувшие сутки в Рязани области произошло сразу несколько пожаров различного класса опасности. Что примечательно, произошли они в жилых домах или рядом с ними. В самом серьезном из них погибла пенсионерка. Сгорел жилой дом. Это случилось около часа ночи в селе Новый Ункор Петелинского района. Хозяйка выбраться из него не успела. 79-летняя женщина погибла. Точную причину произошедшего пока устанавливают. Известно, что на место происшествия выезжали два расчета и пять пожарных. Ночью возгорание произошло и в поселке Тума Клепиковского района. Горел двухэтажный кирпичный жилой дом. Установлено, что пожар начался в кухне двухкомнатной квартиры. К счастью, люди не пострадали. На место выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы. В Рязани тоже не обошлось без происшествий. Ночью жители домов номер 20 и 16 корпус 1 улицы Высоковольтной тушили мусорные баки. Люди услышали несколько хлопков, после чего произошло возгорание. Пока пожарные расчеты ехали, местные жители закидывали огонь песком, пытаясь не дать пламени перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Люди считают, что имел место поджог. Сотрудники МЧС напоминают, что за разведение костров и поджог мусора грозит штраф от 2000 рублей. А в случае, если будет причинен крупный материальный ущерб свыше 250 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание по которой – это лишение свободы на срок до одного года. На центральной аллее Соборного парка Рязанского Кремля появилась свастика. Об этом сообщили местные жители. Сотрудники полиции приступили к расследованию. В понедельник, 17 сентября, на аллее у главного архитектурного памятника Рязани появилась свастика. Кто-то нарисовал ее черной краской. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. После осмотра они обратили внимание, что свастика нарисована той же краской, которой покрашены и рядом стоящие фонарные столбы. И там, и там краска была свежая. Сотрудники полиции предположили, что к правонарушению может быть причастен кто-то из работников бригады, которая недавно занималась благоустройством аллеи Соборного парка. Правоохранители стали проверять эту версию. Вскоре они установили, что свастику нарисовал 36-летний рязанец, который ранее был судим за кражи. За эти преступления суд назначил ему наказание в виде 120 часов исправительных работ. Накануне происшествия злоумышленника и других осужденных к исправительным работам направили в Рязанский Кремль красить фонарные столбы. Пришел для выполнения этих работ на улице Свобода, на Соборную площадь. На аллее нам сказали, что красить стал бы черной краской. И часов в десять я на брусчатке нарисовал так называемую свастику. Свою вину злоумышленник признал и раскаялся. В настоящий момент сотрудники администрации города Рязани ликвидируют эту надпись. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Найти преступника по отпечаткам пальцев в сентябре прошло 116 лет со дня раскрытия первого преступления при помощи метода дактилоскопии. Как работали первые следователи и криминалисты и насколько изменилась эта методика с течением времени в нашем следующем сюжете. Вот таким образом наносится на кисть руки, все пальцы. Соответственно, кисть вот таким образом прикладывается к карте и отпечатывается. В процедурах дактилоскопии проводит следователь-криминалист регионального следственного комитета Сергей Лечинин. Отпечатки пальцев – это чуть ли не первые следы, которые ищут на месте преступления. За 116 лет именно столько исполнилось со дня первого применения дактилоскопии. Сама процедура изменилась не сильно. Появилась новая краска, которую наносят на руки. Магнитные кисти усовершенствовалась база поиска людей по отпечаткам пальцев. Лица дактилоскопируют посредством цифровых приспособлений, так называемый папиллон, который есть в системе МВД. Он автоматически загружает следы рук лица в федеральную базу, где они проверяются на предмет совпадений со следами пальцев рук, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений. И это значительно упрощает работу. В январе этого года на территории цеха по сортировке мусора обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Дактилоскопия показала, он ранее судим. Дома у него обнаружили следы застолья, алкоголь и еду на стаканах отпечатки пальцев. Одни принадлежали убитому, другие – неустановленному лицу. Был один человек, которому и принадлежали данные следы рук, обнаруженные на стеклянных стаканах. В ходе допроса лицо сознало в совершенном преступлении. Криминалисты могут снять отпечатки практически с любой поверхности, с экрана мобильного телефона при помощи серой краски. Черные так отчетливо не покажут рисунок линий. Опознать преступника могут и по части ладони. Главное, чтобы след был отчетливый. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанские кинологи вошли в тройку лучших по России. Команда УФСИН России по Рязанской области вернулась с чемпионата, который прошел в Нижнем Новгороде. О том, как отбирают и тренируют четвероногих сотрудников для уголовно-исполнительной системы, в сюжете Дина Ислеевой. Давай применяю служебную собаку! В исправительных учреждениях кинологи охраняют территорию, сопровождают этапируемых, проверяют все передачи осужденным, чтобы понять, нет ли среди продуктов и вещей взрывчатки и наркотиков. Сейчас мы отработаем прием под названием «Багаж». Он используется как в аэропортах, на почтах, так и везде, в принципе. Вот собака обозначила, теперь к ней нужно подойти, поощрить ее за найденную закладку. Сергей служит кинологом уже 6 лет. Его собаке, немецкой овчарке Шаману, 3,5 года. Они постоянно участвуют в конкурсах. Сотрудник за хорошие результаты получает грамоту. Пес – поощрение. Хотя победить бывает непросто. С каждым годом задания меняются к собакам все больше требований. Сложнее, допустим, вводят, что по взрывчатке нельзя собакам трогать приемы, брехать на них. Ну, грубо говоря, вообще ничего. Как все, как в реальной обстановке, усложняется каждым годом. Все тяжелее, тяжелее готовится. Ну, стараемся. Волнение. Что кино волнует, что собака волнует. Собака все чувствует. На конкурсе Сергей и Шаман проверяли транспорт, багаж, помещение на предмет наличия взрывчатых веществ. Во время тренировки собаки работают с имитатором тротила. Это абсолютно безопасно. Занятие проводится 9 раз в месяц, чтобы собаки были в хорошей форме. У нас в учреждениях собаки все поставлены на ласку. Кнут мы не применяем. В основном метод вкусопоощрительный. Поощряется лакомство. Все собаки проходят специальный отбор и комиссионные обследования. Тренировки начинают с 9 месяцев. Для поиска людей подходят более агрессивные. Для поиска взрывчатки и наркотиков более спокойные собаки. Как правило, работают кинологи с немецкими овчарками. Они несут службу 8 лет, потом уходят на отдых. Законопроект президента России по поддержке граждан предпенсионного возраста был принят во втором чтении. Документ предполагает установление уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица из-за достижения предпенсионного возраста. Согласно новому закону, отказ или увольнение будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Правонарушение может также грозить обязательными работами на срок до 360 часов. Законопроектом об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста предполагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 1441. Вот только пойдет ли новый закон на пользу? На сегодняшний день те люди, которые являются хорошими специалистами, они будут работать, пока сами не пожелают уволиться или уйти на пенсию. И работодатель всегда будет держаться за таких сотрудников. А вот те люди, которые, допустим, работают и приближаются срок предпенсионного возраста, который в этом законе обозначен, его просто-напросто работодатель создает невыносимые условия, завалит его объемом работы, отменит у него все какие-то поощрительные выплаты или премии, и человек сам будет вынужден уволиться. Это вот этот закон, он абсолютно вредный. Александр Шерин также уточнил, что не видит механизма реализации этого проекта. Напомним, что после принятия во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет для устранения технических недостатков и окончательной доработки. В третьем чтении уже не допускается внесения в законопроект поправок. По его результатам Государственная Дума обязана либо принять законопроект в виде окончательной редакции федерального закона и направить его на одобрение в Совет Федерации, либо полностью отклонить законопроект и прекратить его рассмотрение. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала будет ежегодно увеличиваться. В 2019 году размер выплат составит 453 тысячи рублей. Уже через два года, в 2020-м, материнский капитал составит 470 тысяч рублей, а в 2021-м – 489 тысяч рублей. Татьяна Голикова добавила, что на материнский капитал в 2019 году запланировано чуть больше 320 миллиардов рублей, а на следующие два года сумма заметно увеличится. Планируется, что материнский капитал ежегодно будут получать 1 миллион граждан. Татьяна Голикова добавила, что в проекте бюджета Пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского капитала, начиная с 1 января 2020 года. Напомним, что на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Школьники из 16 муниципалитетов занялись уборкой урожая. Все лето ребята трудились на школьных приусадебных участках и теперь представили плоды своей работы на ярмарке, которая развернулась в детском эколого-биологическом центре. Там побывала Мария Рудая. У нас в Рязани грибы с глазами. В Рязани, как оказалось, не только грибы с глазами, но и лук. Именно эту овощную культуру выращивала Нина Шурупова из Шацка. Школьница собрала урожай весом 117 килограммов, но, признается, рассчитывала получить на 40 килограммов больше. Помешала жаркая погода. В будущем Нина планирует стать агрономом и уже сейчас проводит научные опыты. На этот раз изучала именно лук. Объект исследования лука Штутгарта Ризе. Это ранее спелый острый сорт лука. Я выявляла влияние величины севка на урожай лука. То есть, при опыте я выяснила, что когда мелкий севок сажаем, то урожай получаем больше, а сажаем крупный севок, урожай получаем меньше. Невозможно себе представить наш стол без лука. Лук выращивать несложно и интересно. Школьники со всего региона представили на ярмарке продукцию, которую выращивали сами. Чего здесь только нет. Кабачки, огурцы, яблоки, патиссоны, баклажаны, клюквы, черная рябина и боярышник. Перечислять можно еще долго. Были здесь и целые инсталляции из овощей и фруктов. Летом все выращивали. Когда у нас была практика, все выращивали. Свеклу, морковку, баклажаны, яблоки. Выращивали все на пришкольном участке. Мы поливали, ухаживали, пололи. Отдельное место среди нового урожая занимает тыква. Полина Трифонова вырастила этот яркий овощ весом – 25 килограммов. С родителями просто всегда занимаемся урожаем. И вот решили как-то посадить тыкву. И вот погода в этом году очень была благоприятная. Все хорошо стало. Не так уж и дождей много было, как в том году. И поэтому такая большая выросла. Капуста всегда была царицей любого застолья. А сквашиной можно и в пир, и в мир. Настя Дружкова сама вырастила и заквасила капусту. Конечно, признается, помогала бабушка. Но рецепт юный садовод выучила наизусть. Можно уксусом залить, сладкой водой. И потом так слоями. Снова трете, там соль, вода, вот это вот все. И потом наливаете ведро воды и сверху ставите, чтобы заквасилось все. Вот такие они, юные агрономы. Пока для каждого выращивание овощей и фруктов является лишь частью познания этого мира и своего рода интересной игрой. Но в будущем многие из них займутся делом серьезно. И здесь уже самое время вспомнить о продовольственной безопасности региона и страны. От этих мальчишек и девчонок будет зависеть, что и какого качества будет на наших столах. 20 сентября трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос праздничных и выходных дней в 2019 году. На заседании комиссии обсуждался ряд вопросов, в том числе проект постановления правительства о праздниках. Субботу и воскресенье 5 и 6 января перенесут на четверг и пятницу 2 мая. А выходной в субботу 23 февраля на пятницу 10 мая. Получается, что в следующем году россияне будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества 23 и 24 февраля. На Международный женский день с 8 по 10 марта. Майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число. В честь Дня независимости России выходной будет всего 1, 12 июня. В День народного единства со 2 по 4 ноября. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».